вот наш последний день круиза о парусник парусник надо поближе подойти он там я хожу прозовом в удобной одежде самолет у нас еще очень поздно тут смотрите торговый центр гранд-канарский вот парусник но стекло чуть стекло снимаю довольно-таки большой интересно не помыли тут лифт вот здесь вот а я первый раз шла мне страшно было посмотрите вот особенно когда над море о это маньшиф по-моему это маньшиф или что-то ту и у них там бассейн вот видите тут капитан сейчас будет болянькать говорит капитан говорит не капитан вот люди уже отъезжают они говорят что 9 ключи отключаются и типа где активируется ключи у нас такси будет он там ждать у нас была на другую сторону 15 этаж вот здесь вот так идешь и дождь и дождь и дождь и дождь и дождь скай волк вот сейчас хорошо показать вам никого нет детский клуб мы тоже дети мы тут тоже на горках прокатали прокатались там горки маленькие есть для детишек и всяких программ там ресторанах не тут люди загрузились на тени рифе поэтому они уходят свободненько плавают но в круизе конечно не выспишься бегаешь вчера прибежали завалились хоть на часок поспать чемоданы собирать до трех часов их надо выставлять сегодня тоже рано встали здесь вот над морем это заправщик приехал он заправляет танкер там работники ходят уже чистят все намывают вовсю потому что сейчас после людей люди загадили сейчас масса людей уходит ну сказали барами пользоваться можно ой вот они кстати эти почистили вчера по-моему чистили здесь все там этот корабль военная база не курить не пить все присосался наш корабль к нему то есть он присосался к нашему и это дизель но там вот мы были вот на этой части где-то у нас третья секция от от капитанского мостика была у нас даже сил не было на тут люди бегают вот они сейчас раскладывают уже готовится в 10 открывается клуб можно полежать посидеть у нас такси в 10 там люди там кстати бассейн соленой водой так тут у нас ничего не написано горки видно на горках катались так сейчас скажу вот с этой стороны с правой стороны горка мне не понравилось она так закручивает я чуть-то много не повредила основном все на левой горке катаются вот нам какие-то тоже корабли стоят мы когда приехали мы брали машину прокат чуть-чуть по острову ездили там есть такой городишка красивые с маленькой бухточкой с маленьким фортом и как маленькая венеция очень красивые где наш отель был недалеко шератон мы были шератоне красивый ландшафт там он находится в горах чистый воздух хорошо гольф-клуб потом мы поездили на следующий день каким-то деревушкам потом приехали сюда здесь походили по городу долго искали где машину заправить то что машина доставлять заправлены то счет потом придет большой за зада заправку нашим по красоте самое красивое конечно если взять по круизу модера мы сначала прилетели на гран-канарио за день до круиза по острову полазили немножко по вы посмотрели потом мы это все увидите вон по видео буду вставлять потом модера один день море один день море ой он водичку льет вот на это горка маленькой мы прокатились тоже для проб на все испробовать и решили все-таки мы что самый-то красивый остров из круиза модера там как будто попал на райский остров такие 100 метров отойдешь уже другой микроклимат очень много цветов очень много цветов очень много цветов все необычных на пляже там нет практически нет очень понравился и там на городу мы какую-то поднимались медиастанции что там там был снег ну такая изморозь ну что ж мы там замерзли потом ну мы брали очень большие экскурсии на весь день практически очень понравился экскурсовод красиво очень очень в камелии цветут там просто огромное количество фруктов овощей и чудо не выращивают но купаться нельзя ну как бы есть там какая-то купальня которую орел орешки показывали но не знаю он нам показывал кстати и когда мы проезжали потом мы поехали на так что же было там тени рифа по-моему был тени рифа да тени рифа на тот самый огромный вулкан кто по-моему диаметре 50 метров кратер тени рифа она как это такая все сошлись на мнение что она так себе по сравнению с другими островами как-то там погрязнее цветов поменьше ну там вроде пляжный отдых есть 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 а она говорила что где-то черный пляж там лучше говорит для артрозников то что в этой черной пемзи или какой называют камешках минералы соответственно минералы полезны для органа нашего организма типа для артрозников на вулкан этот ездили нужно пофотографировали еще на тени риф нам паны не понравился уже везде туалет нам платить они не бесплатные на модели бесплатные были потом после тени рифы мы поехали нам поехали ой сын купала с плеча потом мы поехали на форт вентура там такая была кипишная женщина здесь у нас площадка тут они в три часа у них такой фитнес барабанами стучать по барабанам ой блин говно говно говорю не говно этот детишки уронили этот гуми берхен и это вот водные горки водные горки хорошего времени все отключили всем все стенышка по торчит ну в общем когда день на море место вы не найдете полежать но это потому что новый год и это какого прождества а если бы в простое время то вон она вода течет ну так пролетаешь в принципе я ничего не видела когда пролетаешь над океаном ну в общем она у нас такая была кипишная женщина такая все гонялась там гоняла потом один раз забыла сказать во сколько мы собираемся где собираемся я такая значит отошла в туалет прихожу наши группы нет бегают такая по городишку ищу автобус кого спрашивают никто не знает но он смотрю уже знакомые лица куда-то идут и я за ними а уж испугалась что я где-то осталась но там красиво очень но фуэнте верту фуэртавентура мне понравилось такое мимимишное все такие деревушки такие все чистота идеально потому что правильно там если тот плюнет харкнет сосед другому скажет им же делать нечего друг за другом следят скажет этот харкает плюет ну когда чистота тоже ссорить не хочется очень чисто аккуратненько было показала нам стрелицу дикую стрелицу который уже выведенная теперь я знаю вот но много такие интересностей по 5 евро каждому экскурсоводу все время оставляли на чаевые потом мы поехали после фуэнте вертура так а значит да вот когда мы на модеру считать один до модера один день в море его после модера один день моря ваш далеко остров и это а там уже все близко рядом потом лансерота лансерота тоже очень понравилось но действующий вулкан там орел и орешка было были недавно тушкин там все курицу ел сказала курица так себе вино купили кстати мы купили вино на модели мы не покупали ничего по моему или нет на модели мы тоже что-то купили на модели мы купили что-то на фуэнте вертуры купили в ресторане вино нам понравилось потом мы купили на лансероте еще три вина там говорит много не дают больно то людям по бутылке на человека кольцо купила я там серебряно ну дорого-дорого но в общем-то на день рождения мне купили нам такое в память о круизе если заколку купила здесь на корабле на магните не кольцо я всегда какие-то такие украшения покупай когда их одеваешь вспоминаешь что круиз где покупал в общем-то я решила так что никакие сувениры а а муж себе купил какой-то крем алоэ от болей мы решили что эта фигня развод и ничего нам помогать не будет но пусть если он считает что мы будут помогать то будет вот и что далее а в лансероте очень красивый ресторан показали какой-то забыл как название мышцы там фотографировали название чтобы не забыть что и как там переводить будем ночью это ресторан там куча куча ресторанов баров концертный зал в дыре ну как бы под землей очень красиво и там значит под под землей озеро и там краба живут и они светятся синим флюоресцентные наелись наверно фосфора и светятся но мой муж там увеличил красиво в общем такие маленькие светящиеся ну типа как планктону уж светится ой ну такое и музыка и хорошая там играет успокаившись ходит он забегают такие баран там автобусов по 5-6 стоит забежали всякие в попыхах музыку мертвая крабики там утешают красота неописуемая там цветы и все так все это рассажено потом после этого сначала один грот идет с рестораном потом значит этот бассейнчик потом идет значит еще ресторан бар потом идет значит уже бассейн и фон такое было интересно у нас белое небо и белое значит под ногами тоже выкрашено там бассейн белым и голубым краской очень красиво коктейль там попили вот но он с роти все туалет бесплатно не то что на тенерифе тоже порадовало это ну экстремально конечно вот во сколько в 9 экскурсия из 5 приехали наверно ну не сильно устали и красивых ресторанов тоже бар и там на верхушках нас привозили чтобы красивые виды сделали местное что-то выпили там тоже вкусняшки а ну поэтому национальный парк вообще не разрешают это выходить столько ездишь ну чтобы нога человече наступала а тут три миллиона туристов на лансеротов каждый год приедет каждый побегает каждый по камню привезет от лансерот ничего не останется в общем пейзажи там конечно фантастические как на марсе марс или луна ай ну вино там купили вот кольцо где вино продавали там кольцо купили в общем мы посчитали что самое лучшее то мадейра по красоте остров потом идет наверное все таки и фуэнтувертура или наверное лансерот а потом фуэртавентура потом гран-гран-канария потом уже тенериф вот пойду я искать своих примерно все вам рассказала всем пока